Время и дети. Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. Время и дети. Время и дети. На пилот-радио меня зовут Анастасия Николаева. Мои соведущие Артём Фёдоров, сооснователь среды образовательных возможностей Совум и Павел Хилько, основатель детского клуба «Верхтормашками», арт-педагог и психолог. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. В программе «Время и дети» мы знакомим вас с профессиональными мнениями по самым разным вопросам детства. Что делать, а чего не стоит делать, чтобы наши дети росли счастливыми, умными, здоровыми и успешными. Это мы выясняем из программы в программу вместе с нашими слушателями. И жили они долго и счастливо. Или будешь жить как в сказке. Именно такие фразы приходят на ум, когда слышишь слово «сказка». Психологи, врачи и учителя не разговаривали о роли сказок в жизни ребёнка. Вряд ли у кого-то из нас их не было в жизни. В детстве нам рассказывали сказки, дальше мы читали их сами, а потом и рассказывали своим детям, а может и придумывали на ходу. Но главное, главное, что в сказке обязательно должен быть счастливый конец. Сказка учит, сказка воспитывает, заставляет думать и фантазировать. Но, оказывается, она ещё может и лечить. Об этом мы поговорим сегодня. Сказка-терапия. Что это? И для кого она подходит? Давайте разбираться. До эфира мы собирали мнения нашего подрастающего поколения, спрашивали, что для вас сказка. Мы обязательно познакомим вас с ним в рубрике «Детское мнение». Ну а видеоверсию сегодняшнего выпуска программы «Время и дети» можно будет найти на портале Твериград. Итак, сказка-терапия. Что это такое? Давайте начнём с того, что же такое сказка для нас с детских лет жизни. Начну, наверное, я. И я хочу сказать, что давайте поймём, что такое вообще сказка. Что интересно, что среди европейских языков, ну, большинства европейских, практически всех, слово «сказка» в отдельное слово выделяется только в двух. Это русский язык и немецкий, для которого придумана, ну, в немецком тоже своя этимология. Там как бы слово «рассказ» в уменьшительном роде такое «рассказчик». «Рассказик» маленький, да? Вот. А остальные языки обычно обозначают сказку как некую историю. Вот. И само слово «сказка», оно появилось не так, чтобы давно, не издревле, да? То есть сказка была в летописях наших обозначена где-то в XVII веке примерно. И где-то с XVII по XIX век трансформировалась в то, что мы сейчас понимаем сказкой. То есть некий рассказ с фольклорной, не фольклорной, да? С волшебством, с фантазией, вот со всякими другими вещами, да? А если разобрать, то изначально сказка была как казать, то есть говорить. И, в принципе, просто передавали речь этим словом. Поэтому столько в сказках можно найти того, что в жизни откликается, во-первых, как говорят, да? Сказка ложь, да в ней намек. То есть она должна быть полуучительной? Любая сказка чему-то учит, какая бы она ни была. Естественно, есть распределение по исследователям, что есть разные типы сказок. И такие, допустим, как небылицы, да? Но тут мало чего, вероятно, в них фантазировать учат, да. Но, тем не менее, когда человек начинает сравнивать даже в тех же небылицах, он начинает говорить, да нет, это ж не так. То есть тут мы видим и критичность мышления, и развитие творчества, и всего остального. То есть вот такая вот небольшая история такого маленького интересного слова. Вот. И дальше, что можем сказать дальше? А сейчас сказка стала неким волшебством, которое принимают с детства, как вы правильно сказали. И любой ребенок, где бы он ни был, он все равно слышит сказки. Самые первые сказки, это что у нас, курочка-ряба, там, колобок или еще что-то. И если опять-таки их тоже смотреть и разбирать, там в каждой сказке очень много всего поучительного. Маленько не соглашусь, что сказка должна быть обязательно с добрым концом. Если... Хотелось бы. Нет, всем хотелось бы, да. Но иногда концы незаконченной сказки дают возможность вам дальше творить. Ну, то есть где-то в мышлении, где-то еще что-то творить, вот продолжение этой сказки. Это незаконченность. Потом бывают поучительные сказки все-таки не с очень хорошими завершениями. Где нужно сделать вывод, да? Делать какой-то вывод, да. Почему так произошло, а не вот так произошло. Но лично мое мнение, что выводы делать даже лучше, чем радоваться тому, что как бы может быть. Не всякий человек может войти в убеждение, что все будет хорошо. Чтобы не приключалось. Да. Но сделать вывод, получить урок, практически каждый человек способен. Вот. Тут уже меньше творчества, больше к реалии. Вот так скажем. Ну вот смотрите, мы говорили, да, о сказках, что они сопровождают нас с детства, там и наших родителей, они там передавались, да, из Услуста эти сказки. Это и Курочка Ряба, который много лет, скажем так, и Конек-Горбунок, и прочие там сказки о царе Салтане. А насколько, если это можно вообще назвать рынком, да, насколько сейчас рынок сказок, он развивается? Он развивается, то есть понятно, что все равно пишут сказки, но в таком ли объеме? И как дети воспринимают современные сказки? То есть не какие-то комиксы, да, там о супергероях, вот, а именно вот сказки? Или все-таки старая и добрая Курочка Ряба, она из поколения в поколение, и ее никто не заменит? Изменения, конечно, происходят, и, на мой взгляд, сказка — это одно из воплощений той культуры, когда она создавалась. То есть того, тех принципов и тех ценностей, наверное, да, можно даже так сказать, которые были тогда, и они имеют отражение в сказке и таким образом передают следующему поколению. Ну, то есть вы имеете в виду, что до развития вот в том объеме, который у нас сейчас есть, ну, было до коронавируса авиасообщение, да, то есть Баба-Яга летала в ступе, потому что, ну, нерегулярные рейсы, скажем так, были, а теперь все уже по-другому. Об этом идет речь? Нет, даже, наверное, дело не в том, чтобы это отражение... Времени. ...действий, да, времени и там технологий, хотя это тоже есть. Но это больше отражение тех процессов, которые происходят в культуре, и тех вещей, которые в культуре... Те вещи, которые в культуре закладываются, в социуме присутствуют, и они переходят. И, на мой взгляд, сказка — такое достаточно живое образование, потому что как только те ценности, которые в ней заложены, они исчезают из социума, и сказка тоже потихоньку, она исчезает. А появляются сказки, которые соответствуют существующим реалиям. А вот в вашей среде образовательных возможностей соуум вы детям рассказываете о сказке? У нас есть такой формат, как читательский пикник, на котором дети выбирают те рассказы, те книжки, которые они хотят почитать. Вот. И сказки, конечно же, чтобы они были более, скажем так, интересны детям, они должны быть чуть более актуальны и чуть более сложны. Вот. Потому что... Ну, наверное, сложны, наверное, нет, но это как-то актуально. Потому что, вот, например, есть очень интересные... У нас много книг и много разных рассказов, и видно, что ряд рассказов вызывает у детей очень интересные реакции. То есть вопросы, да, допустим, почему отправили почтового голубя, а не позвонили по телефону? Почему принцесса ждет спасителя, а не позвонит в МЧС? Нет, таких вопросов нет. Нет, не возникает у них. Почему принцесса скучает, а там, допустим, заточение, и не смотрит телевизоры и Ютуб? Нет, нет, такого нет вообще. Это понятно же, что это придуманная история, придуманное пространство. А дети, они придумывают пространство сами для себя, а наоборот, для них это больше расширение парадигмы. То есть не того, что есть, ты видишь везде вокруг, а то, что придумано, и это воспринимается как придуманный мир. И поэтому это интересно. И они на этом учатся, и они сами потом могут брать частички оттуда или же проектировать свои миры в соответствии с этим построением. И это намного более интересно. Но здесь очень интересное сочетание с культурой. Это вот неуловимая такая штука, когда... Потому что, опять-таки, сказки Пушкина, да, их очень много, они очень большие, сильные и так далее, мощные. Но они написаны языком, который уже не очень соответствует культуре. И поэтому они воспринимаются тяжелее. Плюс они длинные очень. И это тоже еще дает определенный акцент. Вот у нас Павел пишет сказки, вот. И когда он пишет свои истории, они небольшие. И в этом один из залогов. Потому что сейчас читать сказку там огромной величины нет возможности. Как и, в принципе, да, как и видео, да, как и истории, журналы. По данному вопросу, знаете, как скажу. Вот по поводу новых сказок. Вот вы спросили про рынок, про это, про все остальное. Вот я пишу сказки и столкнулся с тем, что как бы их публиковать. Проблема, скорее всего, проблема в издателях. Сейчас нет того, что мы видели в фильмах или по телевизору, что там редактор бегает за кем-то. То есть для того, чтобы за тобой кто-то чего-то бегал, или там хотя бы просто приняли в какой-то журнал, это должна быть работа не одного года. Уровня Гарри Поттера, да. Уровня Гарри Поттера. Вот когда вот ходила Джоан Роллинг, да, и с этим своим томами повсюду, сколько она там ходила. Год, два, три, четыре, пять. Вот, соответственно, вот примерно то же самое сейчас происходит. То есть есть некая классика, которая до сих пор считает классикой. Шарп Берро, там, и все остальное, Курочки Ряба. Их издают, причем все подряд издают, много. А молодых авторов, ну, кроме меня, я знаю еще с десяток человек, который сказки пишет. Вот. Их, даже если все отсылают, их не принимают. Редко, когда проводят одно или два издательства, ну, вот на нашу страну, конкурс «Новая сказка». Вот, но обычно эти сказки для детей что-то типа «Маленькая собачка там побежала, что-то научила». Совсем короткие и не такие масштабные. То есть новые сказки уровня Пушкина сейчас просто даже не протолкнуть, их не возьмут. Ну, может, кто-то и проталкивает. Слава Богу и счастье. Вот. Но с этим тоже проблема, вот, с самим миром и издательством. Вот. Но, опять-таки, появились электронные книги, появились аудиосказки много. Хотя аудиосказка от чтения ребенку, когда взрослый читает либо группе, либо своему ребенку, да, это две разные вещи. А почему? Передача эмоциональности. Там голос и здесь голос. Порой ведь читают актеры, может быть, мама или папа не такие хорошие актеры. Они красиво читают, но интонацию, которую передает человек человеку, в каждом слове по-другому. Это как театр и кино, да, энергетический зал. Да, абсолютно. Плюс где-то ошибки чего-то. Это же человеческие факторы. Сказка принимается более живо. Я в свое время очень много слушал пластинок сказками, да, он у нас был проигрыватель, граммофон, можно сказать так. До сих пор у меня сохранился. Но, тем не менее, я всегда приходил к бабушке, к прабабушке, говорил, расскажите мне сказку. У меня были свои любимые герои, и мне рассказывали. После этого появились книги, я их читал и все остальное. То есть вот в этом еще некий такой минус рынка, который сейчас есть по развитиям сказок. Ну, давайте с точки зрения психологии. Как дети относятся к сказкам? Ну, любой ребенок сказку принимает. Это некий волшебный мир. Если правильно Артем сказал, более взрослым детям они творят новую реальность, они живут в ней, еще что-то. Маленькие дети любую сказку воспринимают как нечто реальное, то, что есть. То есть они могут несколько раз спросить, почему курочка ряба вот там снесла золотое яичко, почему колобок покатился от дедушки. Как он встретил зайчика, почему он убежал оттуда, отсюда. То есть они принимают этот реальный мир до определенного возраста. Потом, естественно, начинается интернет и все остальное. То есть они принимают на слух, да? Они принимают на слух, у них начинает развиваться фантазия, творчество и все остальное. Плюс самое интересное, когда вы сказку пытаетесь продолжить, то есть рассказываете какое-то начало, даже сами начинаете выдумывать, и ребенок начинает подхватывать и тоже что-то рассказать. А вот так тут, а так вот тут. Ну, это, кстати, один из вариантов, как у меня сказки получаются. Я начинаю что-то девочкам своим говорить, и они начинают продолжать. Слушайте, у вас прям литературные рабы, я так сказала. Нет, у нас происходит все это. Это обычно происходит, знаете, как вечером папа, расскажи нам сказку. Папа все сказки уже перескалывал 20 раз, и я начинаю что-нибудь выдумывать. Они тут же включаются, а вот этот герой сказал этот, а вот этот герой пошел сюда, и в процессе у меня начинает вырастать уже новая сказка и новый мир, который потом записывает. Коллективное фантазирование. Да, коллективное фантазирование без рабства. Здесь надо отметить, что это очень интересный способ. придумывать сказку вместе с ребенком. Это вот такая... Мы много раз это практиковали, когда дети до маленького возраста, им это интересно. То есть это вопрос сближения с родителем? Да, это вопрос сближения, это вопрос фантазии, вопрос создания других миров, вопрос... То есть там много что тренируется, когда... Процедура очень простая. Вы начинаете одно предложение, что-то задаете, а ребенок потом продолжает одним предложением. Потом вы за ним, потом он. И таким образом идет сюжетная линия. Он в одну сторону ее ведет, вы в какую-то свою сторону ведете. И в результате этого получается, тренируется очень много разных элементов. И это на порядок интереснее детям становится, потому что это возникает сказка или возникает рассказ, или мир, которого еще никогда не было. То есть он никогда про него еще не слышал. Потому что, да, действительно, есть такой момент, когда одни и те же сказки много раз прочитываются, они становятся отчасти неинтересны. Хотя здесь есть другой момент, который тренируется, когда сказка читается с книжки, с большими буквами, и в наблюдении ребенком, когда он видит текст. То есть буквы идентифицировать, да? Да, он начинает идентифицировать не буквы, а слова. И в этом самый большой смысл, потому что он начинает видеть слова и видеть смысловые конструкции. То есть он читать будет дальше не по слогам и не по буквам, а словами. И вот в этом есть основная штука. Что если вы читаете, читаете одну и ту же сказку, самую любимую, вы читаете, 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 там же все одинаково. И он смотрит, наблюдает, и все эти слова у него... Ну вот мне, собственно, опытом, мне родители рассказывали, что читали там... Тоже я просила сказки постоянно, и мне читали одну и ту же сказку, и на каком-то моменте перелистнули, а я сказала, погодите, там еще не все закончилось. Все верно. И они начинают даже поправлять иногда, если вы неправильно вдруг слово произносите. Он не такие, оба, а нет, это не так произносится. Не надо меня обманывать, я все помню, у меня все фиксируется. Да, 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 и это очень интересно. А вот представьте, что если вы... Вот это еще с другими эмоциями, даже не меняя слова, вы передадите эмоции другие. То есть колобок у вас грустным стал. Как отреагирует ребенок? Что он сделает дальше? То есть очень интересные варианты, которые возможны даже с теми сказками, которые есть. По поводу чтения есть еще один вариант. Это один из ученых рассказал. Боюсь перепутать имя. А давайте об этом сразу после рекламы. Время и дети. Время и дети на «Пилот-радио» продолжается. Меня зовут Анастасия Николаева. Мои соведущие традиционно Артем Федоров, сооснователь среды образовательных возможностей СОУМ, и Павел Хилько, основатель детского клуба «Верхтормашками», арт-педагог и психолог. Сегодня мы говорим о сказках, и в том числе о сказкотерапии. До рекламы мы говорили о том, как ребенок воспринимает сказку, что для него сказка, как она отражается в дальнейшем на его жизни и заставляет как думать. Давайте продолжим. Да, вот просто закончу эту историю, как Жан Фреско научил своего ребенка. Он читал ему какую-то книжку про динозавра, ну и прочитывал периодически. А потом, и там есть момент, когда два динозаврика встретились. И он говорит, в этот момент я делаю вид, что я устал, хочу спать, закрываю. Говорю, ну все, на сегодня хватит, я пойду спать. А ребенок говорит, как же так, папа, они же только встретились, что дальше будет? Он говорит, так возьми, прочти, научишься и прочтешь. То есть он мотивировал таким образом ребенка научиться читать. Но это отступление от нашей темы, но... Но тоже полезно. Я против этих технологий. Манипуляция, естественно. Любая педагогика манипуляция. Да, смотрите, вот в детстве нам, пока мы не умели там читать, ребенок не умеет читать, нам сказки читают, либо мы там вот эти аудиокниги или ретропластинки, да, слушаем, что тоже ценно. А затем ребенок уже сам учится читать. И здесь у меня возникает вопрос. Кто в битве в это выигрывает? Сказки или комиксы, которым сейчас повально дети увлечены? И вообще можно ли говорить, что у них какая-то битва идет? Или сказки — это все-таки детишка младшего возраста, а в более старшем возрасте и столько по школьной программе нужно там Пушкина прочитать. И все-таки комиксы выигрывают. Вы знаете, вот по своему опыту скажу, что тут такое некое двоякое разделение, оно, наверное, было всегда просто в разных темах. Допустим, я люблю читать. Взял у дочери несколько комиксов, мне понравился рисунок, и с самого начала я не смог читать. Ну вот просто не смог. Там картинки, их фразы читать, вух, ужах, бах, еще что-то. Но мне позаинтересовали картинки, и до конца этот комикс я дошел, и там следующий посмотрел, все остальное. То есть я не бросил читать. И смотрю комикс периодически, который мне нравится по каким-то вещам. Также и у детей. Они не бросят читать, если им это нравится. Но есть вопросы, есть сложность чтения у некоторых детей, когда они плохо читают, а когда человек плохо читает, он просто не понимает, что читает. И вот этот фантазийный мир, насколько бы он творческий не был, но это у детей с некоторыми особенностями развития и все остальное, вот этот творческий мир просто из книги не вырастает. Поэтому им, конечно, легче читать комикс, где у них рисунок, уже визуализация есть. Вах, все, да. Либо придумывать самим. Но опять-таки же до определенного уровня, потому что, как Павел правильно говорит, что плотность информации там низкая в комиксе. И как только у него сложность возрастает выше, чем комикс, они их сворачивают. Ну то есть либо они переключаются на более сложные, где много текста уже. Вот. Или там страницы, ну то есть плотнее текст, или рисунки плотнее намного становятся. Вот. Им нужна сложность. И тогда они переключаются либо на тексты, либо на ролики как раз, на видео, где сложность выше, 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 выше. Ну это больше тема, чего читать. Кому что нравится, да. А чему дети учатся из сказок? Вот мы сказали, что уже они, да, там учатся и с родителями взаимодействовать, и фантазировать. Но не только же фантазия ограничивается. Ну на самом деле, как и любой арт-объект, там очень много всего, очень много слоев в сказках. То есть там те же социальные роли, те же эмоции, те же отношения добра и зла, смелость и все остальное. То есть сказки же у нас многогранные, и в принципе везде есть и положительные герои, и отрицательные герои, и достижение некоторых результатов, целей и всего остального. Вы через сказку, ну сказки, которые есть, вы можете уже показать ребенку, как колобок прошел, обхитрил там зайца, да или как ушел, не испугался, или еще что-то, или как лиса обхитрил. Вот, кстати, сказка не с очень хорошим концом, да, тем не менее, она популярна и классическая. Появился мем на эту сказку буквально неделю назад. Да? Когда мальчик написал, да, когда он написал, значит, изложение, сочинение по этой сказке, и написал, что ворона... Так ты путаешь. Это немножечко другая, да, немножечко, да, да, это басня Крылова, это басня Крылова, ворона и сыр. А ты что говоришь? А я про колобка. Да, да, да. И это имело резонанс, потому что сыровары выступили в поддержку этого мальчика. Я тоже за этого мальчика, абсолютно, потому что, если разобрать метафорически, там сыр реально жертва, а ворона и лиса, это деляги, которые не могут его поделить. И вот той хитрости хватает, ворона тоже где-то его стащила. Ну, это вот взрослая, да, такой уже взрослый взгляд через призму времени. Это к смыслам, да, какие мы накладываются. И вот, если мы пойдем через эти смыслы, да, и чему сказка учит, вы можете научить через сказку ребенка всему, ну, всему. То есть, вот как я и сказал, наложение социальных ролей, эмоций и всего остального в сказке. То есть, когда вы хотите ребенка положить спать, вы можете придумать сказку, почему надо спать, или от чего надо бояться. Есть там манипулятивные вещи, да, есть, но тем не менее, ребенок это принимает. И вы можете этому учить. Плюс развивается творческая фантазия и все остальное ребенка. Если, конечно, сказка не будет слишком страшной, и совсем другие вещи не разобьются. Вот. Также можно научить, вот, я когда сказки начал писать, допустим, вот мои, да, в пример, у меня в каждой сказке есть какой-то конкретный смысл, чему я хочу научить. И люди, которые их читали своим детям маленьким, они прямо мне пишут потом, мой сын повторял всю неделю, вот там, за мальчиком ветром, чтобы помочь бабушке, там, ну, что-то сделать, там, деревца поддержал или еще что-то сделал. То есть сказка может научить. Отсюда как бы и научить, и исправить то, что есть в ребенке и вообще в человеке возрослом. Отсюда и пошло такое понимание, как сказкотерапия. Это одно из направлений арт-терапии в психологии, да. Чем оно хорошо? Оно очень мягко. Его все принимают, все знают, что такое сказка. И если человек как бы подходит, ну, с ребенком вы работаете как веселье, как некий праздник, как, опять-таки, рассказ сказки, но с некоторой рефлексией во время сказки, чтобы ребенок понимал, о чем здесь дается и какие эмоции проигрываются. То есть мы уже переходим к сказкотерапии, о том, как можно ребенка скорректировать или даже, может быть, вылечить. Но давайте прежде мы посмотрим, послушаем детское мнение. Мы спрашивали у наших ребятишек, вообще, что для вас сказка? И вот что у нас получилось, какие ответы нам дети дали. Детское мнение Сказка – это, где все не по-обычному, а там машинки, например, умеют разговаривать, там умеют с животными разговаривать, машинки, животные есть такие в мультиках. Вообще, сказка – это выдуманные герои. Сказка – ну, не знаю, волшебное произведение с моралью. Сказка – это не чудо, потому что она очень веселая и дает интересы, и я ее очень люблю. Сказка – это для меня, когда мои родственники и близкие всегда со мной. Для меня сказка – это неисполнимые мечты, это когда все хорошо в жизни, когда никто не ссорится, все живут дружно, и все хорошо, и денег достаточно. Для меня это сказка. Детское мнение Ну, похоже, вот родители последней, да, девочки, вложили экономический аспект в какую-либо сказку и научили ребенка, ну, наверное, экономии и какому-то планированию, раз она говорит, что в сказке это все хорошо и денег достаточно. Тут, смотрите, даже больше перенос самого слова «сказка» понятия на реальную жизнь. То есть все хотят, чтобы было как в сказке. То есть хорошо все-таки, да, с счастливым концом. Даже с деньгами реалии, конечно же, вложатся. Конечно, для родителей это сказка, это как-то сказочный день. Конечно же. То есть это что-то нереальное, да, получается? Нереальное. Фантастический мир и чудо. Ну, давайте мы от фантастического мира перейдем к реалиям, а точнее, как при помощи фантастического мира мы можем справиться с реальными ситуациями, с реальными проблемами. Сказка-терапия, еще раз, что это такое? Ну, сказка-терапия, как я уже сказал, это не направление, одно из направлений арт-терапии в психологии, которая очень мягко воздействует и легко принимается человеком, особенно маленьким человеком. Понятно, что с ребенком с таким способом легче взаимодействовать, потому что каждый ребенок любит сказку. Только нужно спросить, какая сказка твоя любимая? И все, и тут ваша фантазия может развернуться. Вот, просто приведу реальные примеры, да, то есть как бы работал с ребеночком, да, вопрос был в принятии других детей. Вот, а, соответственно, мы взяли сказку колобка, он ее знает, все хорошо, и этот колобок побежал. А когда мы пробежали по сказке, я говорю, а представляешь, что если бы у него, у этого колобка, был друг, братик, он говорит, откуда? Там не может такого быть. И тут пошла фантазия. А вот у дедушки осталась мука, наменана с амбара. Делает еще одного колобка. Они могут вместе катиться? Могут, отвечает мальчик, да. И как бы и все. И тут начинает новая сказка появляться, когда уже вот этот вот большой колобок, как этот мальчик, да, взаимодействует с маленьким или там с более взрослым. И все зависит тут от фантазии родителей, куда ребенка хотят вывезти, на что вывезти. То есть он может и объединяться с ним, и помогать, и защищать. И маленький может защищать его, и у лисы из-за рта выхватывать. То есть как бы, то есть все можно, вот это все в сказочном режиме. Понятно, что это изначально про фантастический мир, но обыгрывая данную ситуацию в несколько раз, модель все равно укладывается в голове. Конечно, конечно. Так же, как в жизни, как игра в дочки, в матери, во все остальное. Социальная роль отрабатывается и ложится у него на подсознание. И он ассоциирует себя с героем, когда предаете какие-то черты. И так же с любой сказкой. Ну просто вот сказка «Колобок», почему мне ближе? Потому что ее, во-первых, все знают, а во-вторых, там очень много ситуаций, которые можно обыграть. Вот море ситуаций. И что мы можем сделать? Мы можем побороть страхи. Мы можем решить сложные задачи. Мы можем научиться любить через дедушку с бабушкой, взять их и вывести их в главные герои. То есть фантазия просто должна у вас плясать. Также можем разобрать любую другую сказку. Чаполина, там, не знаю. Сказки, которые знают, которые ребенок принимает. То есть мы берем персонажей? Да. Причем ни одного, ни главного, а берем каждого. И с каждым можно отыгрывать. Допустим, в Чаполина сеньор помидор. Злой, красный. Злость. Как мы отыгрываем гнев? Покажи, какой он. Ну, ребенок надувается, там, краснеет. Вот злость. А что он чувствует? И начинается проговариваться с ребенком. Что же чувствует помидор, когда злится? И тогда ребенок скажет, что он чувствует при злости, при гневе, при всем остальном. Тут есть вопрос либо отработки этой эмоции, когда помидор становится желтым. Бывают же желтые помидоры, да? Но он становится желтым, красивым. Или же, наоборот, понимание этой эмоции. То есть не вывод ребенка из состояния агрессии, если у него оно преобладает в каких-то случаях, а просто понимание переживания. Да, понимание, переживание этой эмоции, чтобы он легче к ней относился. Когда он понимает, что внутри у него растет этот помидор, он уже проще будет относиться, а не делать так, чтобы он вырвался на всех и как-то матная паста раскидался. Это программа «Время и дети». Мы продолжим через несколько рекламных минут. Программа «Время и дети» продолжается. Сегодня мы говорим о сказкотерапии. Но ведь сказкотерапия, она может подойти не только ребенку, но и взрослому. Да. Со взрослым ситуация практически та же. То есть через сказкотерапию вы можете опять-таки пережить какие-то вещи или решить какие-то вопросы внутри себя просто даже для понимания значимости вопроса, приоритета и, соответственно, возможности его решения. Ну вот мы говорили про детей, что не только можно работать с психологами, а также и родители сами могут, элементарно используя сказки, как-то вот вывести ребенка на нужный разговор, на те эмоции, и получить необходимую информацию. А что касается взрослого, он тоже должен это сам прорабатывать? Или здесь уже, что называется, не повторяйте в домашних условиях, а лучше придите к специалисту? То есть если он сможет сам составить сказку, а расшифровать-то как он ее сможет? Понимаете, в чем вопрос? Взрослого приходится вести так же, как ребенка. Человек с запросом, который приходит к психологу, ну, с каким-то конкретным запросом, его приходится вести. Потому что в подсознании человек может ставить столько барьеров, чтобы просто не выйти из того комфортного положения, в котором он якобы существует. что без фасилитатора этот процесс просто не провести. Так же и со сказкой. Если в семье есть бабушка или дедушка, которые сильны эмпатией, то есть принятием чувств другого, то они могут это сделать. Но чаще всего таких мало, во-первых. А во-вторых, вопрос в родственных связях, что человек не всегда может поверить родственнику, который и так его видит в этой ситуации очень долго, что тот сможет ему как-то помочь и вывести. Точно такой же вопрос встает в семье, где есть психолог. То есть очень трудно быть психологом для своей семьи. Очень трудно. Во-первых, свои эмоции начинают преобладать и эмоции близких. Причем, если вы на приеме, получается, что вы все-таки чувствуете границу. В семье ее может не быть. То есть вопросы могут всплыть разные. Сапожник без запуг. Да, вопросы могут всплыть разные. Там в семье в личной проходят более мягкие работы и очень-очень постепенно. Если психолог-фасилитатор в арт-терапии, может вас повезти смело. Смело идти и показывать, как это что делать. Как это происходит со взрослыми? То есть понятно, что такие разговоры, а если бы у Клопка там был братик или сестренка, ну, наверное, все-таки не подходят сюда. Ну, вот на конкретных примерах. Допустим, человек пришел с какой-то проблемой. Как вы ее предлагаете решить? Какой вообще метод? С чего начинать? Вы знаете, как я со взрослыми ведусь примерно так же, как с детьми. Единственное, конечно, у меня меньше игр, но тем не менее разговор идет такой же. Давай поиграем в сказку. И мы представляем, начинаем погружаться. Человек приходит с вопросом, с запросом. Если он у него обозначенный, потому что чаще всего люди приходят, у меня все плохо, у меня тут плохо, там плохо. Да, нет, тут абстрактно очень, у меня все плохо. Вот здесь, да, вот как бы берешь любую сказку и вот давайте на том же Клопке остановимся. Вот понравился он мне сегодня. Вот, берем сказку и говорим, вот Катя Сколобок, что у него плохо? И он начинает. Небо серое. Дороги разбитые. Да, дороги разбитые. Трава такая, эта такая, еще что-то такое. Начинаешь проговаривать, если идти через арт-терапию, да, проговариваются эмоции. Мы не лезем в глубь проблем, там, я не знаю, по Юнгу, по Фрейду и по всем остальным. Мы начинаем говорить про эмоции. Эмоции — это самая первичная реакция на любой ваш раздражитель. Потом идут чувства, и потом идет состояние, в котором вы есть. Вот, и тогда через эмоции он понимает, где ему плохо, что ему плохо. В дороге, либо в зайчике, который встретился. Этот зайчик может быть там участковый, начальник, да, там, сотрудник, скорее всего, начальник, это ближе к медведю, да. Ну, или к лисе. Или к лисе. Ну, лиса может быть секретарша у медведя. Тем не менее. То есть со взрослыми отыгрываются взрослые ситуации. Сказка становится более взрослой, можно сказать. И каждый из этих персонажей может перед этим колобком, с которым ассоциирует себя этот герой, ну, человек, который пришел. Каждый герой, заяц, медведь, волк, могут ставить какие-то вопросы, проблемы. Чем тебе не угодил волк? Почему он тебе так не понравился? Что ж он такого сделал? Ассоциация человека все равно пойдет на ситуацию, либо на того человека, с кем у него конфликт. И он не будет говорить там, это Леша, это Ваня, это там Петя. Вот. А он будет говорить, вот этот волк меня сегодня задрал. Почему задрал? Какие чувства, какие эмоции? Начинаешь разбираться, потом начинаешь разбираться. Как можно выйти из этого? И происходит процедура переноса, когда волк, это вот тот Ваня, наш человек, который к нам пришел, это тот колобок. То есть нету того, что я, вот этого я убирается, и тогда человек спокойнее относится к ситуации. Он начинает ее отыгрывать. А что колобок мог сделать? А, то есть это как одна моя подруга, да? Да, 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 да. В третьем лице мы проговорим, но мы видим эту ситуацию в этих сказочных героях, во всем остальном. Таких техник переноса много, на сказках они как бы просто, может легче зайти, и плюс отыграть много ситуаций, потому что каждый герой в любой сказке, он встречается со множеством препятствий, чтобы дойти до своей цели. И какую он цель видит? Опять-таки надо описать. Вот. Возьмем, допустим, уйдем от колобка, возьмем сказку про, любую сказку про Ивана Дурака. У нас же Иван Дурак, изначально в сказках, наделяется всеми отрицательными эмоциями. Обычно он лежит на печи или еще где-то, он ничего не делает, он дурак. Ну, все остальные детины... Он очень хорошо себя чувствует. Ну, комфортно так, да, комфортно. Но, тем не менее... Он в зоне своего комфорта. Да, да, да. На печи. Согласен. Вот. Но, тем не менее, что-то заставляет его... Нет, ну да, есть же раздражающие факторы, которые гонят его с этой печи. Да, обычно маманя сказала пойти, да, ищуку поймать. Вот. Но, тем не менее, если мы ассоциируем, то изначально человек, который пришел, у него, допустим, книжеская самооценка, он где-то в себя в чем-то винит или еще что-то. Ассоциация с таким героем. Возможно. Вот. И ассоциация этого героя, опять-таки, он с кем-то начинает встречаться. Как он стал царевичем? Как он стал тем, кого выбрала царевна-лягушка? Уже став царевной. Вот. И все остальное. Какая сивка-бург или корнек-горбунек, которые, в принципе, тоже не отличаются красотой. Кто его провел через эти медные трубы, да, и помог сделать красивым, умным, смелым и все остальное. Вот эта царевна-лягушка, да, одна из тех героин, которая постоянно заставляет его что-то делать и становиться лучше каждый раз. Но мы же можем со взрослым или даже с ребенком взрослым обыграть, что посылают его не за ковром, а посылают за чем-то другим. Скажи, зачем тебе его... Вот скажи мне, зачем тебя сегодня послал царь? Человек сам скажет, зачем его и куда послали. Вот. И дальше будет разбираться с этой ситуацией, как может выйти. Говорю, но техника сказки и техника переноса, когда человек видит все это в третьих лицах, помогает ему эту ситуацию обыграть, разрешить, вывести какой-то вариант решений. Вот. И спокойнее, пережив эмоции, уже жить с этим. Не факт, что именно тот вариант, который он отработал, сработает в реальной жизни. Но он уже знает, спокойно относится. Он смотрит на свою проблему и видит в ней, я не знаю, там озеро, которое нельзя переплыть, а он переплывет. Он видит этого волка, к которому он относится, уже спокойно. Без трепета, да? Да, без трепета, увереннее, все остальное. И, соответственно, получается, что реакция другого человека, причина этих эмоциональных раздражений или еще чего-то, тоже будет, соответственно, реакция. Ведь каждая эмоция, я смеюсь, вы смеетесь, я начинаю злиться, вы начинаете злиться. То есть пропорционально все эмоции, которые мы выделяем. То есть отсюда никуда не уйти. Что выделяем мы, то выделят на нас. Редкий человек на зло ответит добром. Но если человек будет спокойно переносить эту злость, этот негатив, и отвечать все-таки более положительно или ровно, то негатив и любая эмоция уйдет. Ну, это как бы все знают. Ну, мы в общем, да, подробно, но в общем об этом поговорили. Но в каких случаях или вот в каких ситуациях сказкотерапия может помочь и вообще она показана. По детям понятно, да? По детям практически всегда. Если есть какая-то проблема, через сказкотерапию ее можно решить очень мягко. А для взрослых? Вопрос не в том, в чем. Она, любая терапия может помочь в любом. Также и сказкотерапия. Любую ситуацию вы можете обыграть, пережить и все остальное. И там, где невозможно решить, вы, по крайней мере, можете утихомирить свои эмоции и относиться спокойно. Ну, страхи, заниженная самооценка. Страхи, заниженная самооценка, любовь, дружба, взаимоуважение, терпение. Там куча эмоций, куча вещей. Ну, практически все. То есть, на самом деле, любая техника, по большому счету, направлена на решение всех этих вопросов. Любая. Сегодня взяли сказкотерапию, и она, как и любая техника, тоже может справиться. Особенно интересно, что данное направление сильно развивается. В Питере есть институт сказкотерапии, прям институт сказкотерапии, да. Очень много советских ученых, психологов, которые работают в этом направлении. Есть прям терапевтические сказки, их можно найти в ВКонтакте, но, скорее всего, чему-то учит, мораль и всему остальному. Все остальное. К чему мы? В каких ситуациях нам сказкотерапия может помочь? В любых ситуациях может помочь. Просто вопрос, к чему человек больше придет. То есть, если человек видишь, видишь, что с ним можно поиграть, что человек все-таки спокойнее относится, почему бы и нет? Все зависит еще от терапевта, который будет работать с человеком. И подбор техники идет уже в зависимости от того, какой человек пришел, как он реагирует. Потому что, если пришел такой твердый реалист, который против манипуляций, ну, вряд ли тут сказка поможет. Ну, сеанс пройдет, но ни к чему не привезет. Ну, даже может не зайти. Он может сказать, что вы со мной в детские игры играете. А выкладываешь перед ним два-три листка с соляпистыми пятнами, да, там краски, и тут эмоции зашкаливают до взрыда. Ну, такое тоже бывает. То есть, абсолютно разные вещи трогают разных людей. Вот. Остается не так много времени до конца программы. Дайте рекомендации родителям, как им лучше все-таки самим попытаться разобраться, да, там, с помощью интернета, как сейчас модно. Все же, да, у нас врачи и психологи, сейчас только стоит заглянуть в интернет. Или все-таки нужно обратиться к психологам, к сказкотерапевтам, да, раз мы знаем, что есть такой институт в Петербурге. Или... Ну, и в каких вот ситуациях стоит проговорить все-таки с ребенком? Ну, вот смотрите, советую родителям читать сказки. Всем детям читать сказки. Но кроме прочтения сказки, поговорите с ним о ней, поговорите о главном герое, поговорите о отрицательных героях, поговорите о второстепенных героях. В каждом герое можно найти добро, можно найти зло, можно найти еще что-то. Вопрос, как бы, к родителям, которые друг другу, пусть друг другу тоже рассказывают сказки. Семейная пара. Почему муж не может не прийти и рассказать тебе, дорогая, я сегодня придумал для тебя сказку. Где ты у меня принцесса, а я тебя спасаю. Или жена прийти и сказать, а вот я сидела, сидела, и ко мне рыцарь пришел. На белом коне приехал, и все. А сказки помогают и взрослым, и детям стремиться и ставить цели, и достигать их. Плюс меняться, чтобы достичь этих целей и получить все добро нашего мира. Спасибо вам за столь интересный рассказ и рекомендации. Это была программа «Время и дети». Видеоверсию данной программы вы в скором времени найдете на портале Твериград. Мы с вами прощаемся, но лишь до следующей недели. До встречи в сказке. До свидания. «Время и дети». Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. «Время и дети». Новое поколение. Новое поколение.